Заполнение анкеты небольшой медосмотр и только потом вакцинация. Прививочный кабинет в торгово-развлекательном комплексе «Аэропарк» расположился за сценой. Он занимает сразу два кабинета. В первом медработник подробно расспрашивает претендента на прививку о состоянии здоровья. Проверяет температуру, пульс, артериальное давление и сатурацию. Если возникают сомнения, он направляется на дополнительную консультацию. Онкология, ВИЧ, туберкулез, гепатиты, если это только после консультации с узкими специалистами, если они разрешают, то эти заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. Каждый день через этот кабинет проходит до 150, а иногда и до 200 человек. В коридоре приходится немного подождать очередь. Я работаю в торговле и попадаю под группу риска. Поэтому, чтобы не разносить, не приносить ничего лишнего, решил сделать. Ну, конечно, нужно. Болеют и умирают люди. А вот надо появиться. Люди уже поняли необходимость вакцинации. Очень у многих переболели родственники. Кто-то ушел из жизни. Поэтому люди стали с большей активностью прививаться, более сознательно относиться к этому вопросу. Весь процесс занимает не так много времени. Как заверяют медики, переносят жители региона прививки нормально. Бывает небольшое повышение температуры. Ну, а многие, в принципе, даже вообще не чувствуют, как бы, вакцину, что они вакцинировались. То есть, его состояние такое же, как и при нормальной обычной жизни. В основном вакцинируют брянцев спутником ВИ. Ковивак и пивак корона поступают небольшими партиями. Возможно, этим и объясняется их ажиотажный спрос. Медики говорят, механизм действия этих вакцин несколько разнится. Ни одна из них не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет. В то же время все они помогают предупредить тяжелое течение инфекции. Спутник ВИ. Она уже проверенная временем. Эта вакцина состоит из двух компонентов. Мы ее прививаем через три недели. И используется для людей, которым от 18 до 60+. Следующая вакцина – это эпивак корона. Эта вакцина пептидная. Она отличается немножечко механизмом действия от спутника ВИ. Мы тоже ее делаем два раза. Здесь ее уже можно делать не через три, а через две недели. И третья вакцина, которая появилась – это вакцина Чумаковская, так называемая, Ковивак. Эта вакцина отличается от предыдущих тем, что она традиционная, классическая. Здесь используют, ну, скажем так, убитый коронавирус, инактивированная вакцина. Здесь тоже двухкомпонентная вакцина. Тоже прививать можно через две недели. И нюанс небольшой в том, что могут прививаться от 18 до 60 лет. Российские вакцины отличаются не только механизмом действия. Несколько разнится и их заявленная эффективность. Спутник ВИ имеет заявленную эффективность практически 92%. Он будет действовать в течение двух лет. Это заявлено. Следующая вакцина – Ковивак, Чумаковская, так называемая. Ее эффективность 80%, опять же, заявленная. Сколько она будет действовать? Пока сказать не можем, потому что не закончились еще испытания. Но и Ковивак Корона эффективность достаточно высокая. Тоже в районе 80%. И заявленное действие – один год. По данным, на 16 июля прививки от коронавируса получили 252 315 жителей региона. Примерно каждый пятый. Для формирования коллективного иммунитета этого явно недостаточно. В регионе открываются дополнительные пункты вакцинации. Еще по одному появятся в торговых центрах Бум-Сити и Аэропарк. Работают выездные бригады в трудовых коллективах. При необходимости медики готовы приехать и на дом, если человек не может сам прийти на прививку. Делается все возможное, чтобы вакцинация проходила максимально комфортно. В настоящий момент с агрессивным вирусом борются 3823 наших земляка. Многим понадобилась госпитализация. Есть и те, кто подключен к ИВЛ. Медики говорят, прививка помогает предотвратить тяжелое течение болезни. И этим шансом стоит воспользоваться. Ольга Макушникова, Сергей Дюков. События. Брянск.